Я не знаю, получится снять, потому что они мелкие. Снег. Сегодня 5 апреля, посмотрите. И прям уже чуть-чуть вот эти вот белые точечки, это снег. И он так потихонечку летит. Опять зима, что ли? Скажи, самому приятно, что всё получается? Ага. Ей-богу, я пошла за телефоном, чтобы снять, показать. Смотрите, какое солнышко. А оно уже вон туда ушло. И пока я шла за телефоном, метель опять началась. Вы представляете? То есть вообще вот туда-сюда погода меняет. И опять солнце. Мой этот забегал. Радиатор мир. Лёд. А он один раз используется? Один раз. Эх. Давно мы не играли в эту игру? Ага. Это у нас шакал, да? Шакал. Как вы думаете, что там происходит? Это он делает зарядку и учит стих одновременно. Так, нашли что смотреть. Потому что я думала, что он один был, Седасян. А он, оказывается, сериал. Мы сейчас первый посмотрели. Ну, не сериал, он с продолжением. Несколько частей. Очень классная история. Да, Димулька? Закладывай в избранное. Ой, я это завожу уже. Молодец. И третье. Чтобы каждый раз поиск не набирать, давай закладывай. Так, что у нас с хлебом? Потому что совершенно не хочется в магазин. Вот такие вот чесночные булочки, они за счёт того, что там чеснок, чеснок очень долго хранятся. И они у меня лежали в холодильнике. Вот хлеб у нас закончился. Мы к ним перешли. Но для того, чтобы они были так чуть-чуть повкуснее, я их, видите, зажариваю. И хлеб оставшийся, он был, знаете, у нас не в пакете, а в такой бумажной. И стал подсыхать. Вот видите, я сухарики подсушу из остатков. То есть вот я хлеб беру. У нас сегодня доедание. Мы доедаем гречку. Я отдельно гречку, Дима, отдельно тефтели. Да? В общем, у нас, как в ресторане, разные блюда сегодня. Вот. Впервые за год я выпила рюмку хреновухи. Потому что я нервничаю одна. И потому что вот я решила, что это настойка, которая... Ой, прими бог для здоровья. Так, ну что? Начинается. Видите, не работает. Я класс, не работает. В общем, я ничего не могу на школьном портале сделать. Как и ожидалось. Оп. Ура, заработала. Мы едем в школу на велосипеде. Так. Где мы проехали? Где мы проехали? Да. Въехали в жилую зону. Поехали дальше. Все, через железную дорогу переехали. Нет. Нет. Так, где? Вот здесь вот переезд? Жилую зону переехали. Так. Дальше куда? Так. Едем в школу. Едем в школу. Мимо почты проехали? Мимо почты? Да. Какой еще почты? Моста уже прошли. Мимо моста прошли уже хорошо. В горочку поехали, да? Да. В горочку въезжаем. Так, дальше. Дорогу переезжаем. Спускаемся с горочки. Так. Ну, мы с тобой долго будем в школу идти, я так чувствую. Так, спускаемся дальше. Дальше. Заработало. Дима сказал, чтобы мама была тоже нарядная, как учитель. Да, Димуль? Да. Какой первый урок? Литературный. Так, берем. Берем. Литературное чтение. Сейчас смотрим, что нам задали. Переменно. Радио «Звезда» нам нравится. Да. Это Костя вот тебя приучил к нему, да? Макароны! К нам вернулась зима. Сейчас накроем. И продолжается. Мы вторую часть начинаем смотреть. Понравилось оно, да? Не знаю, пока вторая часть или третья это. Прошло. Прошел этот день дебильный, которого и с одной стороны я ждала, и все ждали. Потому что неизвестность, оно всегда утомительнее. И сегодня началось вот это дебильное, значит, дистанционное образование, обучение. У нас оно уже вот на прошлой неделе нам учитель чуть-чуть давал задание. И, в принципе, ничего в нашем случае не изменилось. Наши первоклашки к такому еще лайтовому варианте, потому что им не нужно отсылать, чтобы доказать, что они там что-то сделали. И нас вот все как-то спокойнее. И нам нужно ставить оценки. А вот старший, конечно, там уже были вот те проблемы, которые сегодня были. На нем все это. Ой, он у меня все шишки собирает. В общем, я с утра захожу. Не торопилась, потому что я прекрасно знала, что с утра все рванут. Естественно, все порталы зависли, потому что все одновременно пошли. Естественно, было понятно, что они все неправильно организовывают. Вот прямо сразу было понятно. Во-первых, все зайдут один раз посмотреть домашнее задание и выйдут. И на каких-то ссылках останутся. Поэтому для того, чтобы все это у вас не рушилось, нужно было распределить всем время. То есть сказать, такой-то класс, заходим во столько-то. Дать хотя бы получасовые интервалы. Я зашла где-то в 9.30 и портал как раз поднимался школьный. То есть не нужно было вот этого делать. Понимаете, вот в этой всей системе, которая сейчас запущена, нет ни одного человека, который соображает, как это должно сделать. Вся система образования не понимает, что такое онлайн-обучение. То есть нет специалистов, понимаете. То есть они учат даже ту же информатику на 10 лет позже, чем она нужна. То есть то, что учат в школе, и то, что они понимают под информатикой, под информационным обучением, это уже 10 лет назад уже все это было, и это все неактуально. И наша система образования так же неактуальна, как и вот сейчас она все это показала наяву, на своем. Так что вот. Но у нас нормально все. То есть нам написали в WhatsApp в результате, мы все сделали, все, что там положено. И, конечно, я больше делаю, потому что наша система образования настроена на уровень, ну, чтобы выйти и подпись свои под документы поставить, уметь все. И зарплату свою посчитать, вот так, раз, два, три, четыре, пять. Вот. И, ну, еще проценты вычислять, чтобы подоходные вычислить. Все. Это все, чему научат вас в школе за все это обучение. Если вы хотите хорошее образование, то вы должны давать больше, больше, чем дает школа. И поэтому вот это все это дистанционное обучение, это для меня все это для галочки, для формализма. А остальное я все сама в том объеме, в котором считаю нужным, дам ребенку. Так что вот так сегодня у нас день прошел. А у старшего у них в момент, во-первых, сначала все падало, все висело. Потом он начал как-то там что-то делать. У них там вырубили свет, выпал интернет. Когда они зашли, ему уже поставили там это недоконченное, это не начато. Двойки уже какие-то там нарисовались автоматически. То есть они не понимают, что нельзя сейчас ставить ограничения по времени, например. Что вот раз у вас обваливается, да, пусть, почему там до какого-то времени вы ставите, что рабочий день закончился. Если оно дистанционное, пусть мой ребенок ночью проходит, когда нагрузочных этих нет у вас. Мне пофигу, а днем спит. Я имею право так организовать, имею. В общем, мы, конечно, еще все это будет налаживаться, отлаживаться. У нас нет никаких лекций онлайн. У нас, значит, вот эти вот дебильные, значит, порталы. Первый, я класс, еще более-менее. И там что-то интересное. Но мы проходили, значит, вот эти вот, как тестирование там, да, в виде тестов. Сделано все не по уму. То есть, во-первых, виды заданий не объяснены. То есть перед, вот первый раз я зашла, и мне нужно дать. Вот для того, чтобы отвечать на вот эти виды заданий, вы должны делать следующим обыщем. Первое, отмечать около правильного ответа. Второе, подтягивать правильный ответ. Потому что было задание, когда я вот смотрю, и я сама не пойму, что там делать. А там нужно было подцепить снизу. Причем у меня вот это, где нужно подцепить, она под скроллингом. То есть мне нужно было догадаться, что нужно скроллинг покрутить. Но я уже, так как я уже тестировщик профессиональный, ну, потому что я бизнес-аналитика, я уже знаю все эти косяки интерфейсов. Я скроллинг быстренько нашла, где подцепить, нашла. Но мне нужно было тоже сообразить, что мне не хотели. То есть вот этой вот краткой инструкции, всех видов, возможно, комбинации вариантов ответов нет. Потом мы начали сделать тестирование. Такое ощущение, что у них фантазии что-ли не хватило. То есть, например, три раза повторялась одна и та же поговорка, и её нужно... Я Дима так и говорю, не обращай внимания. Ещё раз повторим. Ну и что он такой? А чё это? Потом некоторые задания, они непонятны, как первоклассник. Вот он смотрит, то есть он не понимает вот этот цифровой дебилизм. То есть там написано предложение, после каждого слова запятые. И нужно опустить запятые и переписать. Вот так. И он не поймет, что так просто всё это. А чё, можно было? Я говорю, да, это такое простое решение. Да, да, именно так. Просто переписать. И всё? Да, и всё. То есть, понимаете, он ждёт каких-то там сложностей. А там такой примитив. Просто вообще примитив. О тупении. Вот. Так что второй портал я зашла. Этот Fox, который Foxford этот. Попробовала лекции посмотреть. Значит, они каким образом сделали? Они сделали в формате вебинаров. То есть через микрофон общаются. Это ужасно. Потому что качество звука плохое, качество картинки плохое. Мне там прислали интернет-ресурс. Тематически смотреть в Ютьюбе, в открытом доступе. Нормально снято, с хорошим звуком, на фоне, методично. Нудно. Но все учителя нудят. То есть у нас ещё не умеют, знаете, снимать по-американски. То есть делать видеоформат не как лекцию, а как доступное восприятие информации. Понимаете? У нас вот посадят, значит, учителя в кадры. Тот такой, так, плей. И пошёл. Ага, 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 отрабанил. Вот. У нас не умеют на самом деле вот этот вид, представлять этот вид информации. Это особый, особый вид предоставления информации, цифровое обучение, чтобы не терялось внимание. Это очень серьёзная вещь. Никто этого сделать не умеет. Так что, ну, какое это самое, простейшее это вещь они не могут. Не то, что вот это вот, значит, правильно. Я говорю, если бы у меня сейчас были финансовые вот такие возможности, я бы, например, я прекрасно знаю, что нужно сделать для того, чтобы вот в таком формате. Но я против цифрового формата в любом виде. Поэтому я, может, ещё из-за этого не... То есть, поэтому я мамой обучаю, за маму берусь, а для детей... Вот, ребята, чем больше вы будете писать ручками, тем умнее будут ваши детки. Вот. Я подлечусь. Надо снять этот шарф на самом деле. Чё я как это самое? Всё. Как будто... Я кумала, я шарфик сняла. Вот. А то я сижу, могу посидеть немножко и без шарфика, да? Вот. Это мой старенький, хороший шарфик. Он настоящий, колючий. И вот у меня сейчас, я в прошлом видео говорила, ухо продуло. А, нет. Я же... У меня ухо продуло. Я открыла окно. И сидела, работала. Совсем не чувствовала, конечно, что ветерочек мне так надувает. Но ничего, это прям легче мне стало. Я сразу всё это подцепила и лечусь. И я думаю, что быстренько я это всё восстановлю. То есть можно заболеть, сидя дома. Так что вот так вот. Все наши вот эти вот косяки, они вылазят. Вообще всё смешно. Всё неумение управления и на уровне образования, на уровне государства. Всё это прёт вообще вот просто невероятно. Никто, нет ни одного человека на своём месте, на государственных... Ни в здравоохранении, ни в образовании, ни в правительстве. Вообще они не понимают, что тут ничего делать. Вот сидишь, думаешь, господи. Вот прям смехота. А, соответственно, и люди себя ведут неадекватно. У нас какие-то вот неадекватные, значит, случаи. Сейчас вот расскажу ушко. От образования немножко в сторону отойду. Значит, у нас безумно подорожал имбирь. Значит, люди сошли с ума. Я не знаю, где... Я, кстати, ни в одном не видела рекомендацию. Ещё мне не попала эта информация. Но, видать, слух пошёл как-то, что имбирь, типа, давайте поддерживающий эффект. Ну, ага, весь мир не знает, как от коронавируса лечиться. А вы знаете, что имбирём надо. Ну, смехота просто. Вот. И, значит, в магните люди, эти продавцы жалуются. Говорят, только заводят имбирь. Эти, значит, частники скупают. И в несколько раз повышают цены и продают. Ой. Вот. Потом, значит, в Сбербанке какая-то девчонки решили проколоться. То есть нарисовали линию. И там, типа, девочка зашла и такая... Она, типа, не подходите. А как же паспорт? Типа, бросайте. Она такая, бросает. Вот. И они снимают на камеру. Оказалось, что это они прикалывались. Это выложили для прикола. Девок уволили со Сбербанка. Вот. Вообще, вот такие вот случаи. То есть доходят вообще какие-то... Я не знаю, людям приходят в голову какие-то вот уже безумные вещи. То есть вообще и паника с одной стороны. И вот с другой стороны, вот, не информируется... Ну, не дает нормальной информации. Ко мне... Я выпустила видео про то, как ходить в магазин на канале «Позитивные идеи». Вот. То есть я посмотрела блогеров иностранных. Кого я смотрю, кому я доверяю. И у них уже там Италия, Франция, США. У них огромная статистика. И они вот при этой огромной статистике говорят, как себя вести в магазине. Как они там себя оберегают. В случае чего, если нужно. Я думаю, пока наши кто-то соберутся, дай-ка я эту тему сниму и расскажу. Что если у нас пойдет вот сильные цифры, когда пойдут, то вот, ребята, вот имейте в виду, что вот так-так надо себя вести в магазин. Теперь ко мне посыпались вопросы какие-то странные. И я понимаю, что людям просто негде найти ответов. И я уже такая сижу, думаю, ну, записать, что ли, действительно, ответы. А почему нужно, почему здоровый или больной должен носить маски? То есть, понимаете, вот такое вот информирование. Значит, у нас вся информация от правительства, где мой руки, одень маску. Почему? То есть, вот это вот способного человека хорошо объяснить, ни одного нет. И никто не организовывает вот эту вот информационную, правильную подачу информации. То есть, разбирайтесь, ребята, сами. Ищите информацию сами. Кто нашел, молодец. Кто не нашел, сидите со своими вопросами. Кто не знает ответов на вопросов. И там, ну, и что, что не знаете. А вот эти вот ответы, они, вот эта вот неинформированность, она, вот. И я такая думаю, господи, да, я могу сформулировать, рассказать, почему и что. Ну, моя ли это задача? Но если никто этого не делает, что делать, да? Может быть, это поможет кому-то и морально, и действительно, там, в каких-то вот моментах. Я не знаю, вот, что мне делать, хоть, вот, хоть сиди, записывай. Так что, вот, я решила по вечерам вам набалтывать. Пока вот такая вот, ну, когда у меня будут какие-то, не каждый день, может, я это буду делать. Но что-то вам буду набалтывать. Сейчас я буду делать прямой эфир в Инстаграме. Инстаграм Дети Тань Матани. Там я буду прямой эфир делать. Касательно, вот, образования, потому что, вот, вопросы ко мне какие-то есть. И в онлайн-режиме я там это буду делать. Так что, будем налаживаться, будем обучаться, как можем. И старайтесь, конечно, вот, не то, что школьная программа, и не то, что в онлайн-обучении, а действительно искать хорошие материалы, читать книги и давать больше, чем даёт школа. Больше, чем даёт. Сейчас у вас есть на это время психологически, нужно настроиться. И это очень тяжело. И ко мне сейчас вопрос, а как вот я работаю, а мне параллельно. То есть, вот, проблемы-то как раз все хотят, чтобы грамотно, хорошо кто-то преподавал онлайн. Ребёнок в это время занимался, а родители в это время могли зарабатывать деньги. Они же тоже должны, они же на удалённой все сейчас, ну, очень многие. А у них нет такой возможности, потому что эти не наладили нормальную систему образования, преподавания онлайн-режиме. И родители должны сейчас тратить время на то, чтобы обучать своих детей. Вот так вот у нас. Вот такие вот казусы случаются. Как с этим жить, не знаю. Ну, будем как-то жить. Не совсем всё это плохо. Хуже, если бы... Вы знаете, я прям даже хочу сделать отдельную тему. А что было бы, если хуже? Да, и вот в комментариях напишите, я потом соберу. Вот. Самый худший сценарий, что вот сейчас-то ещё лайтовая версия. У меня, кстати, это слово какое-то прилипло ко мне. Вот. То есть, сейчас-то версия такая ещё, на самом деле, не самая плохая. А что было бы, если было бы? Вот так вот. Давайте пишите, и я порассуждаю, может, в следующий раз на эту тему. Всем пока. Спокойной ночи. Хотя вы, наверное, будете смотреть это утро. Так что доброе утро, наверное, будет актуальнее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok